Радио «Вера» представляет Идет пятая неделя Великого Поста. Сегодня вечером, в соответствии с особенностями круга богослужений, в храмах начнется служба четверга. Ее еще называют «Марией настояние». В церквях полностью прозвучит великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, который по частям читался в первые четыре дня Великого Поста. Кроме того, будет прочитано житие святой Марии Египетской. Почему же из всего сонма великих подвижниц, инокинь и святых дев, церковь особо выделяет эту женщину, жившую в V веке? Ведь Мария была блудницей в Александрии, причем занятие-то она себе выбрала не от нужды или из-за принуждения. В житие есть ее собственный рассказ о том, как она упивалась пороками. Однажды женщина оказалась в Иерусалиме, в храме Гроба Господня в праздник крестовоздвижения. С Марией произошло странное. Она не смогла войти в храм Гроба Господня, хотя двери были открыты, и все паломники беспрепятственно попадали внутрь. Раз за разом пыталась она протиснуться, но так и продолжала стоять в дверях. Вдруг женщина поняла, что ее не пускают собственные грехи. Раскаившаяся грешница призвала на помощь Богородицу и услышала голос Преснодевы. «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой». Семнадцать лет Мария жила по своим прихотям во грехе и распутстве. Сорок семь лет она провела в покаянии в пустыне. Там с ней случайно встретился Зосима, инок монастыря преподобного Савва Освященного. Он выслушал ее историю, причастил Марию Египетскую, а через год похоронил. Предание о грешнице, ставшей великой святой, бережно хранилось в монастыре. Его записал патриарх Сафроний Иерусалимский. Так, жизнь святой Марии Египетской стала одновременно символом деятельного раскаяния, преображающего все существо человека и ответного Божия милосердия. Преподобная Мария Египетская родилась в Египте в середине V века. Она рано осознала свою необычайную красоту и привлекательность для мужчин. Совсем юной девушкой Мария покинула родителей и отправилась в Александрию. В шумном городе она предалась всем мыслимым порокам, наслаждаясь развратом. Такую жизнь она вела 17 лет, и ни разу сомнения или стыд не посетили ее. Однажды Мария присоединилась к паломникам, ехавшим в Иерусалим на праздник воздвижения креста Господня. Она пыталась с толпой молящихся войти в храм гроба Господня, но не могла продвинуться дальше ворот, словно какая-то неведомая сила удерживала ее. Взгляд Марии остановился на образе Пресвятой Богородицы. И внезапно женщина ощутила присутствие Бога в своей жизни, и то, что эта жизнь не угодна ему. Мария долго молилась Богоматери и, наконец, смогла войти в храм и приложиться к его святыням. Выйдя, она услышала голос, посуливший ей покой, если Мария перейдет за реку Иордан. Там лежала бескрайняя пустыня, в которой жили лишь монахи-отшельники. 47 лет провела там Мария, питаясь лишь тремя хлебами, скорбя о своих грехах и молясь о прощении. В последние годы жизни она встретила Инна Казасиму, который и поведал миру о силе ее покаяния. Преподобная Мария Египетская – одна из самых великих святых за всю историю христианства. Необычна ее жизнь, необычен путь обращения к Богу, исключительен ее духовный подвиг и его плоды. Судьба Марии Египетской – один из самых глубоких примеров покаяния и одновременно напоминания о неиссякаемой любви Бога к человеку. Прославляя святую, мы просим ее. Преподобная Мария, моли Бога о нас. В пятом веке в Палестине жил Иннок Зосима. По обычаю своего монастыря, накануне Великого Поста он отправился за Иордан, чтобы провести сорок дней в пустыне, в посте и молитве. Однажды он заметил человека, опаленного солнцем, с побелевшими спутанными волосами. Но лишь незнакомец заметил Зосиму, как бросился бежать и остановился, лишь вняв слезным мольбам инока. Тогда неизвестный приветствовал старца по имени и попросил плащ, чтобы прикрыться. Прозорливый незнакомец оказался женщиной. Подвижница рассказала о себе. С ранних лет она предавалась порокам в Александрии и провела так 17 лет, пока не очутилась в Иерусалиме на празднике воздвижения Креста Господня. И тут с нею произошло странное. Женщина не смогла войти в храм гроба Господня, хотя двери были открыты и все паломники беспрепятственно попадали внутрь. И вдруг она поняла, что ее не пускают собственные грехи. Раскаившаяся грешница призвала на помощь Богородицу и бежала в пустыню. 47 лет жила она, молясь и каясь под чистым небом. Женщина попросила Зосиму ровно через год принести ей причастие, а потом прийти еще через год. Инок выполнил требуемое и нашел пустыницу мертвой. Рядом с ее телом стоял камень, на котором было написано имя праведницы – Мария. Зосима вернулся в монастырь и рассказал историю Марии Египетской. Он упомянул и о том, что во время молитвы Мария поднялась и воспарила над землей, и о том, что она перешла Иордан как посуху. С тех пор крестьяне вспоминают преподобную Марию Египетскую как пример покаяния и смирения. Ее житие на Руси было одним из любимых домашних чтений. В один из дней Великого Поста оно целиком звучит в церкви. Казалось бы, случайные обстоятельства привели заблудившуюся душу к подножию Креста Господня. Но, по словам священно-мученика Серафима Чичегова, через житие преподобной Марии открывается нам устроенное Богом дело спасения человека. Почитая святую, мы просим ее. Преподобная Мария, моли Бога о нас. Преподобный Ефимий Суздальский родился в 1316 году в Нижнем Новгороде. Он принял постриг в Нижегородском Печерском монастыре от его основателя святого Дионисия. Вскоре Суздальский князь Борис Константинович решил основать в своем городе мужской монастырь. Он попросил прислать инока для создания обители. Выбор полный Ефимия. По преданию сам князь копал землю под фундамент. А Ефимий вытесал себе надгробный камень, дав обет остаться в новой обители до конца жизни. Так был создан Спасопреображенский Ефимеев монастырь. Вскоре в нем жило более трехсот монахов. Архимандрит Ефимий поддерживал связи с Троицей Сергиевой Лаврой. Не раз обращался за духовным советом к преподобному Сергию Радонежскому. Скончался преподобный Ефимий в 1404 году. После революции мощи святого стали экспонатом антирелигиозного музея. С середины сороковых они хранились в запасниках. В 1988 году Владимирский музей-заповедник вернул мощи церкви в единственный действовавший в то время храм Суздаля во имя равноапостольных Константина и Елены. В 2015 году мощи преподобного Ефимия были возвращены в Спасопреображенский собор Спасо-Ефимиево монастыря. Чествуя святого подвижника, мы просим его, преподобный Ефимий, моли Бога о нас. Преподобный Варсонофий Оптинский в миру Павел Плеханков родился в 1845 году в Оренбургском уезде. Его путь в монастырь был долг, за плечами остались 46 лет жизни, блестящая военная карьера. Но Павел с юных лет ощущал свое истинное предназначение. Особую роль сыграл в его судьбе преподобный Амвросий Оптинский, предсказавший монашеский путь Павла. В 1893 году Плеханков принял монашеский постриг с именем Варсонофий. В русско-японскую войну он был послан полковым священником в действующую армию. Когда война окончилась, об игумене Варсонофии знала уже вся страна. О нем говорили как о прозорливце. В Оптинский скит потянулись жаждущие духовной поддержки, совета и утешения. За все время своей монашеской жизни игумен Варсонофий покидал Оптину лишь несколько раз и только по послушанию. В 1910 году он ездил на станцию Остапова для напутствия умиравшего льва Толстого. В последствии он с глубокой грустью вспоминал «Не допустили меня к Толстому». Молил врачей и родных, ничего не помогло. Хотя он и лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи, которой сковал его сатана. В 1913 году преподобный Варсонофий Оптинский скончался. К лику святых его причислили в 2000 году. Но народное почитание преподобного Варсонофия началось сразу после его кончины. Его духовное наследие востребовано и в наши дни. Слова преподобного вдохновляют, утешают, показывают то направление, с которым нужно сверять свою духовную жизнь. Церковь обращается к преподобному Варсонофию, как к самолитвеннику, и просит «Моли Бога о нас». Святой мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец, жил в XIII веке. Он происходил из племени камских болгар, предков современных чуваши и татар. Как и все его соотечественники, он был мусульманином. Известно, что Авраамий был богат, занимался торговлей и предавался всем радостям жизни. Но вместе с тем он помогал нищим, оказывал гостеприимство странникам, охотно с ними беседовал. Видимо, от одного из путников он узнал о христианстве и вскоре сам принял крещение. Однажды он приехал с товаром в столичный город Болгар и не удержался от проповеди Христа. Авраамия схватили и принуждали отречься от веры. Он оставался тверд, несмотря на жестокие пытки. В 1229 году Авраамия казнили. В городе жили русские христиане. Они похоронили останки мученика на православном кладбище. Свидетелями подвига святого были муромские купцы. Они рассказали об Аврааме благоверному князю Георгию Всеволодовичу, который повелел забрать тело мученика и привезти во Владимир. Через год князь с честью встретил мощи святого и перенес их в Успенский княгинин монастырь. Поклониться мученику Авраамию можно там и в наши дни. Святитель Дмитрий Ростовский говорил, насколько высока честь мученичества это измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Сегодня мы вспоминаем мученика Авраамия Болгарского и просим святого. Моли Бога о нас.